Мне позвонили с Ульянского землячества в Москве и спросили, а как ты смотришь на то, чтобы назвать улицу. Мы тогда себя-то не помнили по большому счету. Ну, я сказал, что, наверное, это нужно. Даты и место для открытия улицы в честь погибшего героя выбраны не случайно. Поселок Октябрьский – малая родина семьи Лукониных. День тоже символичный. 26 сентября Владиславу Луконину исполнилось бы 26 лет. Горожане устроили митинг-концерт, чтобы почтить память всех погибших земляков. Я думаю, что это очень хороший пример патриотического воспитания и отношения к героическим поступкам тех людей, которые сейчас находятся в Украине, тех людей, которые уже сложили головы. Поэтому для подрастающего поколения, я думаю, что это очень важно, видеть отношение общества к тому, что происходит. Поэтому для тех подростков, которые сейчас пришли, я думаю, что это пример для подражания. И я думаю, что в будущем они достойно постараются защитить свою родину. Владислав Луконин погиб, выполняя боевое задание во время специальной военной операции на Украине. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приехал на торжественное открытие и вместе с отцом Владислава возложил цветы к могиле. Также губернатор вручил награды за героические поступки и самоотверженность. Орденом мужества посмертно награжден Владислав Луконин и Константин Шигалев. Медаль за отвагу лично получил Сергей Лощонин. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени забрал из рук губернатора Алексей Корнечук. Мужчины отправились на Украину добровольцами. Память о наших героях будет всегда в наших сердцах. Вечная им слава. От вашего имени, дорогие друзья, я выражаю глубокую признательность участникам специальной военной операции. И желаю им скорейшего победного возвращения домой. Подвиг героев бессмертен. О сохранении памяти говорили за круглым столом в правительстве. В школах, на домах и улицах появляются памятные таблички с именами героев. А также идет процесс переименования улиц. Президент нашей страны назвал патриотизм сутью природы и характера российского народа. Яркое проявление этого героизма и самоотверженность участников специальной военной операции. Которые вслед за нашими великими предшественниками встали на борьбу с современным нацизмом. Губернатор отметил, что в планах открыть в Ульяновский памятник и площадь защитников Донбасса. Также решается вопрос о присвоении имени современных защитников отечества школам, спортивным комплексам и соревнованиям. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ